Что делать, если увидел человека без сознания или кто-то из ближних, например, подавился? Непредвиденные ситуации тем и опасны. Зачастую, когда кому-то нужно оказать первую помощь, человек неподготовленный впадает в ступор. А у журналистов тем более, в силу разноплановости своей работы экстрима хватает. Вероятно, под таким девизом Александр достал две заготовленные пятилитровые бутылки с бензином и поджег их. Наш оператор Павел Лаурнин сумел сориентироваться и выезти людей на балкон пятого этажа. И здесь они устраивают по-настоящему химическое шоу. Яркое и горящее. А поскольку учиться никогда не поздно, журналисты возможности не упустили. Занятия для представителей СМИ провели настоящие спасатели. Вот, к примеру, как следует поступать, если в вашем окружении кто-то поперхнулся. Его надо поддерживать, чтобы он не завалился. Голова вниз. И бьем пять раз. Между лопатками. Раз, два, три, четыре, пять. А если не помогло, то можно прибегнуть к другому способу. Это прием Геймлиха. Прижимаешь, ты наклоняйся. И резко нажимаем пять раз. Раз, два, три. Вот видите, эффектно. Со стороны все хоть и выглядит несколько несерьезно, но это один из действенных способов излечь инородное тело из дыхательных путей. Ежегодно в таких ситуациях погибают сотни тысяч человек. А вот другая ситуация. Увидел человека, не подающего признаков жизни. Что делать, пока едет скорая? Восстанавливаю проходимость дыхательных путей. Два пальца под подбородок. Один слушатель вот так делал. Не так, а вот именно под подбородок. Ладонь на лоб. Запрокидываю голову. И вот таким образом я освобождаю дыхательные пути. Дальше действует так называемое правило 3П. Посмотреть и послушать, появилось ли дыхание, и почувствовать его на своей щеке. Если человек не дышит, продолжать действие. Нажимать надо достаточно глубоко. Сколько раз нажимаем? Видите, как сложно нажать? Нажимаем 30 раз. Мы длину 5-6 сантиметров. Правильно. После 30 нажатий нужно сделать два вдоха в ротовую полость и продолжать действие, пока не приедет скорая. Правила, знакомые сроков ОБЖ, повторили. Такие занятия, по словам преподавателей, уже помогли сохранить не одну человеческую жизнь. Один слушатель проходил у нас обучение. Он проходил у нас здесь, в Барнауле, в краевой столице. У него знакомый тонул где-то в районе. Но мы также проходим такую тему, как оказание помощи при утоплении утопающим. И он по телефону диктовал ему действия. И тот человек спасал человека, спас ему жизнь. Подобные занятия – это целый проект для различных организаций под названием «Научись спасать жизнь». Вообще же уметь оказывать первую помощь или освежить свои знания полезно не только журналистам, но и каждому человеку. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.